Мы изначально предполагали, что игра получится для нас непростой. Локомотив – сильная команда, с которой всегда тяжело играть. Мы уже знали, что ЦСКА свой матч выиграл и приблизился к нам на расстоянии в одну очку. Первый таймс играли хорошо, забили гол, 20 минут второй половины также провели достаточно уверенно, но потом соперник перехватил инициативу, гости стали играть, используя длинные передачи и забросы мяча вперед. Но мы действовали в обороне слаженно и сумели отыграть на ноль, что позволило нам победить. В последние полчаса Локомотив оказывал на нас давление. Возможно, мы просто немного подустали. Тем не менее, мы продолжали играть компактно и прессинговать соперника, что принесло свои плоды. Гости не создали голевых моментов, и мы набрали очередные три очка. Впереди у нас пять игр, три из которых домашние. Постараемся набрать в них максимум очков и сохранить высокую позицию, которая позволит нам сыграть в Лиге Чемпионов. Никого принципиально не себя чувствовал. Мы готовились к важному и сложному матчу. Он таковым и получился. Ни для кого не секрет, что Локомотив – сильная команда. И к тому же они приехали сюда с определенной тактикой. Особенно в первом тайме это бросало в глаза. Играли очень плотно от обороны, старались перекрыть все зоны. Поэтому нам сегодня пришлось нелегко. Я еще раз говорю, повторю, была сложная игра. И в конце, правда, уже было, очень не хватало свежести. Поэтому Локомотив вот этими своими навалами немножко поджал нас к себе. Все ребята сегодня отдались полностью. Ну и, в принципе, мы не отказывались от своего футбола. Старались комбинировать. Поэтому, наверное, за счет этого, за счет комбинационной игры и за счет характера. Я выходил сегодня, как и на все остальные матчи. Я ничего особенного не чувствовал. Был просто сконцентрирован на игре, на своих задачах, которые должен выполнять на поле. Не более того, я не хочу там сейчас заниматься прогнозами или какими-то обещаниями. Мы сейчас начинаем готовиться к следующему матчу, к Тульскому Арсеналу. И так и живем от матча к матчу. Ну все, все мечтают играть в свою сборную. Любой игрок мира. Я не исключение. Но сейчас я в первую очередь думаю о том, как высоко можем подняться к клубам. И я приложу все усилия, чтобы помочь Краснодару дойти к успеху.